Если она таки проникнет в число участниц этого заключительного и главного олимпийского турнира. Но сие уже не так важно. Инна Жукова, следующая участница этих соревнований. Напоминаю, что телекомпания НТВ плюс транслирует заключительную часть олимпийского отбора. 24 гимнастки, в финал попадают 10. Инна Жукова, в числе тех, кто очевиднее других претендует на это самое попадание. Не могу не прокомментировать красоту ее купальника. С каким стилем сделано? Все купальники безумно красивые. Для Евгении Канаева и Ирины Александровны в последний момент она перешила ей, наверное, 10 купальников под каждый вид. Но остановились они вот на том выборе, на котором мы виделись. Тоже просто безумно красоты. Какая-то индустрия моды уже началась. Субтитры создавал DimaTorzok Ты расставил где-нибудь? Да я всякий раз это делаю. Когда Инна Жукова исполняет упражнения с лентой, потому что под замечательный роман, написанный к кинофильму Нитурбеных, в оригинальной анжировке добавляется совершенно невыразимое ощущение поразительной лиричности самой композиции. А вот что до безупречности с технической точки зрения, то на этот раз, как мне представляется, она не была достигнута. Все-таки, когда целый год спортсмен, спортсменка живет ощущением олимпийских игр, то мне кажется, накопленный заряд, он разряжается очень быстро. А все-таки выступление, участие в самой Олимпиаде длится не 5 минут, вот, а несколько дней. И уже на второй день сказывается даже не усталость, а физическое, по-моему, изнеможение. Хотя оценка хороша, но не так хороша, как она была, скажем, в упражнении с оборочем, единственным, удавшимся именем великолепным.